друзья мои вы находитесь на канале жизнь на юге англии меня зовут галина и сегодня у нас с вами будет очередная прогулка и по берегу океана и по красивым местам на нашем острове white я сегодня хочу все-таки поговорить с вами на ту тему которую я уже заявляла для вас неоднократно секс после 60 лет тема серьезная и я постараюсь для вас рассказать свое видение этой теме у меня была приятельница мы с ней то ли в хороших очень отношениях иногда встречались где-то и тогда нам было по моему где-то лет по 45 и она как-то сказала ты знаешь я вот смотрю что многие жалуются что мужья у них как-то не очень уже сексуальные и штекс практически им не нужен после 45 лет она говорит а я так рада что у нас с мужем совсем по-другому что все у нас порядке с сексом и я думаю что и дальше будет так я говорю а почему ты так уверена всякое может случиться она говорит ну вот говорят же что дети идут в своих родителей во всем особенно генетически и говорит я никогда тебе не рассказывала но меня всегда удивляла что мои свекор и свекровь родители моего мужа им сейчас чуть больше семидесяти но вот когда бы мы к ним не пришли если мы у них в гостях остаемся надолго то вот его отец свекор ее он начинает нервничать дергаться потом в конце концов они вместе уходят в спальню закрываются там проходит какое-то время и они выходят оттуда довольно и счастливые она говорит я сначала не понимала что происходит может быть там какие-то разговоры они ведут но муж расхохотался и мне сказал что да ты представляешь что у них секс несколько раз в день и это настолько необходимо и ему и ей что вот бывает такое что они даже не стесняются гостей и уходят уединяются чтобы заняться сексом и вы знаете тогда я настолько была этим ошарашено это оторопела я такого не ожидала тем более что говорю что нам было чуть больше сорока и мне-то казалось что уже за 70 лет у людей там уже никаких на желание не возникает но вот тем не менее я запомнила эту историю она меня удивила и осталась моей памяти надолго ну вот а теперь спустя довольно длинное долгое время я смотрю на этот вопрос немножко по-другому и вот теперь у меня возник вопрос а нужен ли секс в таком зрелом возрасте нужен ли секс после 60 лет и как вообще все это возможно ну вот оказалось что возможно и когда я переехала в англию то для меня вот это вот пара мне казалось что это наверное такой единичный случай ну а здесь когда я переехала то я увидела что возможно в связи с тем что здесь много пожилых людей что англия стареющая страна эти люди 60 плюс 70 плюс они стараются вести активный образ жизни и настолько насколько возможно наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях и поэтому именно здесь в этой стране англии меня удивило что здесь у них очень активные мужчины конечно же все согласятся со мной и это понятно что секс это все-таки действие двоих и и если даже женщина после 60 лет готова к сексу его не всякий мужчина имеет уже достаточно хорошую потенцию чтобы этот секс осуществлять ну вот не знаю что тут сказать по поводу наших российских мужчин но я знаю что англичане они в этом плане очень сексуальная и у них сексуальная жизнь длится довольно долго уж как они ее поддерживают я не знаю но вот они все очень этим заинтересованы и у них интерес не пропал к сексу даже в их вот таком вот зрелом возрасте конечно все мужчины разные и у каждого мужчины может быть разный взгляд на это естественно но я вот со своей стороны то что я вижу я говорю и рассказываю я например знаю что мужчины 60 плюс вот кстати мой мартин относится к этой категории мужчин ему 61 так вот человек активен сексуально активен и для него важны эти отношения не только душевное духовное но также и вот такие вот тактильные сексуальные отношения для него важны даже настолько важны он говорит что это практически составляет 80 процентов тех отношений которые он бы хотел иметь женщиной и что если ничего не получается у пары в постели то дальше уже продление этих отношений для него уже не интересно у меня здесь есть еще одна знакомая пара женщина которая вышла замуж за англичанина в 59 лет ему было 67 они прожили где-то года 4 когда я ее повстречала и она мне ну не вне с первого раза конечно а уже в процессе наших дальнейших общений рассказала что вот у нее с мужем проблемы он от нее гуляет я опять была этим поражена и еще раз уточнила возраст ее мужа она сказала что ему уже 71 год и он сказал что он жалеет о том что практически самую активную часть своей сексуальной жизни он посвятил одной женщине своей первой жене и что теперь он сделал уже соответствующие выводы и он понимает сколько мало ему осталось и поэтому он будет ловить любой возможный момент чтобы насладиться сексуальной жизнью со всеми партнершами которые попадаются на его пути но здесь конечно странная история зачем он тогда вообще женился об этом конечно я не спросила у нее и не могу ничего вам сказать не подумайте конечно что здесь сто процентов мужчин английских вот такие вот сексуальные гиганты и что они сохраняют так долго свою потенцию но хочу сказать то что несмотря ни на что для мужчин английских также как и для женщин секс не отодвинулся на второй план и секс играет очень важную роль в отношениях мужчин и женщин даже в возрасте 60 плюс я знаю также что английские мужчины если они желают познакомиться то они наверное где-то после нескольких свиданий с женщиной они начинают сразу же выяснять для себя а как эта женщина относится тактильным ощущениям нравится ли ей поцелуи прикосновения как она относится вот к сексуальной стороне жизни для них этот вопрос играет огромное значение еще раз повторяю они всегда интересуются помимо того чем увлекается женщина вообще по жизни но также ее отношением к сексу и насколько я тоже знаю и могу судить по тем рассказам и тем женщинам английским которых я встречала что они относятся к сексу очень раскрепощенно они не делают никакой проблемы например если где-то в баре разведенная свободная женщина встречается с мужчиной который ей нравится она может позволить себе в тот же вечер отвезти его к себе домой и с ним провести бурную ночь но конечно же хочу уточнить и надеюсь что вы понимаете что я рассказываю не обо всех женщинах и мужчинах в англии а только тех может быть с которыми я конкретно сталкивалась и которых я встречала ну вот например из тех немногочисленных мужчин могу вспомнить например джона посмотрите видео те кто не знает у нас были с ним встречи довольно продолжительные и вот помимо того что мы с ним гуляли и целовались на своих прогулках он постоянно мне из дома уже писал и звонил и говорил что когда я к нему приеду что он здесь просто один несчастный позабытый позаброшенный то есть человек конкретно не мог сказать что ему ему нужен секс но он намекал на это постоянно ну и в конце концов видите он нашел женщину которая как выяснилось с ним сразу же и согласилась иметь секс и сейчас они с этой женщиной вместе проживают а когда я помню мы впервые встретились с мартиным мы с ним посидели в кафе потом мы с ним долго гуляли несколько часов по прекрасным местам в аббатстве и после того как мы разъехались он мне тут же скинул смс-ку и написал что он на протяжении всей нашей прогулки только и думал как бы ему меня поцеловать но и когда я ему ответила что почему же не поцеловал он мне тут же говорит что так давай еще у нас есть время еще не поздно давай я сейчас к тебе приеду а было уже где-то часов 10 вечера сейчас я к тебе приеду и мы осуществим все я говорю нет ты знаешь так не получится и где-то наверное только после нескольких наших свиданий встреч я поняла что с этим человеком мне интересно и он остался у меня так вот странно было тоже слышать то что он мне сказал он сказал так для меня это было непривычно то что ты не захотела в первую нашу встречу иметь никакую интимную близость я говорю а что у тебя есть какие-то другие к другой какой-то опыт по этому поводу он сказал ну да конечно в основном если мы сразу заметили что мы понравились друг другу с женщиной мы сразу едем либо ко мне либо к ней и занимаемся сексом безо всяких обязательств но тут опять же нужно уточнить что я рассказываю о разведенных и о свободных мужчинах и женщинах здесь у них в англии еще раз хочу подчеркнуть не приветствуются измены не приветствуются никакие альюльтеры и если не дай бог женатый мужчина или замужняя женщина позволяют себе альюльтер на стороне то это прямой путь к разводу здесь у них обычно ни мужчина ни женщина такого своим мужьям и женам не прощают сразу либо женщина либо мужчина узнав об измене подают на развод и чаще всего происходит так что при разводе если измена была доказана то изменивший человек он теряет очень много суд сразу становится на сторону пострадавшего вне зависимости от пола и присуждают максимум при разводе тому человеку которого обманули я имею ввиду что при разделе финансов максимальная сумма от их совместно нажитого имущества и доходов переходит человеку которого обманули в рак при разводе поэтому ну вот как-то побаиваются и мужчины и женщины изменять если они в браке ну а вот как бы не прискорбно нам было говорить о русских мужчинах то измен наверное вы знаете у нас очень много и чаще всего женщины не рискуют разводиться из-за измены мужа а стараются терпеть но здесь тоже по-разному бывает я говорю наверное о своих впечатлениях что не говори у любого человека впечатления будут только лишь субъективные это его специфический взгляд на жизнь ну а что касается опять же английских мужчин и женщин и их отношению к сексу то понимаете конечно здесь тоже не все так гладко и тоже бывают проблемы ну как везде и здесь тоже бывает что у людей в 40 лет уже начинаются сексуальные проблемы здесь все зависит конечно же от индивидуума но так как я рассказываю все таки вам не о молодых людях а я то хочу вам рассказать именно об отношениях пар 60 плюс и об их отношениях в сексе и к сексу то поэтому я рассказываю о том что меня здесь удивляет в этой стране и так как я сама отношусь к возрастной категории 60 плюс меня интересует все эти вопросы и мне порой бывает от меня расстраивает когда мне рассказывают что мои знакомые которые парами живут в россии допустим у некоторых из них секс уже давно прекратился и это их не интересует и они рассказывают что они могут спокойно обходиться и без этого ну как то понимаете вот другой абсолютно взгляд на эту историю и скорее всего именно это и и подтолкнуло меня к такой теме как секс после 60 для взрослых зрелых людей является ли это каким-то важным обстоятельством в жизни или это ничего вообще не значит и как других странах допустим относятся к сексу мужчины и женщины что еще здесь я хотела бы подчеркнуть и на что обратить внимание вот у них здесь пары живут конечно вместе долго но если случается так что по какой-то причине пары расходятся либо партнер умирает уже в возрасте то нет ничего так проблематичного чтобы даже уже после 50 после 60 лет люди женились вновь и обретали свою любовь и свое счастье но вот я читала отзывы наших женщин под моими видео и многие пишут что им уже это не надо и вот муж умер и она одна и ничего она уже не ищет и не смотрит вот это тоже совершенно другой взгляд на жизнь здесь здесь человек в любом возрасте это же сейчас вам всплывет одно видео в котором я рассказывала как очень пожилая пара нашли друг друга англичане и они счастливы вместе хотя им уже там под 80 лет такое здесь не редкость и еще одно то что здесь мужчина если он либо развелся уже в возрасте либо потерял свою жену он не стремится найти себе молодую жену взамен он не стремится искать каких-то соотношений совсем молоденькими девушками и возможно если кто-то бывал на сайтах знакомств и с иностранцами то часто можно встретить что мужчина которому уже 50 плюс он ограничивает поиск женщины и пишет что ему нужна партнерша от 45 и старше ни в коем случае не младше потому что их не интересует уже совершенно другое поколение другой взгляд на жизнь ну вот а у нас опять же к сожалению мужчины могут спокойно бросить свою жену после 25 до 30 лет совместной жизни найти себе в два раза моложе как там у нас еще и шутят по этому поводу что мужчина поменял одну женщину 40 плюс на две по 20 конечно и здесь бывает такое тоже что с мужчин старшего возраста притягивает молодое тело и упругие попки я помню одно высказывание по этому поводу элизабет тейлор она говорила как я стала замечать чем старше мужчина тем моложе жену он себе подыскивает в этом конечно что то тоже есть не будем тут мы кривить душой и я знала тоже здесь одного такого похотливого старичка который был вполне себе обеспечен у него был двухэтажный дом он был вдовцом долгое время и он только тем и занимался что он ездил в азию в частности опять же в таиланд и оттуда находил и привозил себе молоденьких таяк которые за деньги его обслуживали не только в доме но и в постели всякое конечно бывает друзья вот такой сегодня у меня для вас небольшой обзор об отношениях мужчины и женщины 60 плюс об отношениях к сексу также возможно я кого-то разочаровала и кто-то может быть ждал каких-то жареных фактов что я буду рассказывать именно какие-то постельные сцены если уж я начала рассказывать о сексе но нет друзья я просто вам показала и рассказала свой взгляд на эту историю что если человек активен что если человек здоров то в любом возрасте и даже в возрасте 50 и 60 плюс ему также важен и интересен его партнер ему также важно и интересно общение в том числе и сексуальное с этим партнером друзья если вам интересна эта тема я могу с удовольствием продолжить ее в следующих своих видео пожалуйста оставляйте ваши комментарии пишите что вы думаете по этому поводу и я всегда с вами на связи ну а для тех кто написал свои анкеты друзья я пока это не комментирую я оставила время нам нужно время чтобы понять написал ли кто-нибудь женщинам и что мы будем с этим делать дальше ну а на этом я с вами со всеми прощаюсь друзья как обычно берегите себя не болейте всего вам доброго пока пока а а